И сейчас мы подходим к тому месту, которое, я думаю, очень важно. Тот факт, когда мы узнаем, от Бога ли это, либо не от Бога. Может быть, некоторых из нас такая идея беспокоит. Некоторые, может, даже скажут, а, это признаки сомнений. Но также, я думаю, что очень важно испытывать это. Нужно понимать, что в наше время Сатана все так же великий обманщик. И в мое время я знала людей, которые что-то делали, чему-то следовали, а потом оказалось, что это не от Бога. И эти вещи, в конце концов, их отвлекали от Бога. Этот принцип виден в 1 Иоанна 4.1. Возлюбленные не всякому духу верьте. Но наоборот. Проверяйте, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Поэтому многие говорят, что это был недостаток веры, то, что Гидеон начал проверять. Испытывать. Я так не думаю. Я думаю, что он поступал правильно. Он хотел увидеть, получать от Бога, правду ли он слышал от Бога. И как мы видим из текста, видно, что Бог не был против. Это стихи Судей 6, 17-24. Гидеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего. И Адонайи ответил, что я буду ждать, пока ты вернешься домой. И не предложу тебе. И затем история продолжается. Гидеон готовит жертвоприношение для Ангела Господнего. И следующие поступки Ангела помогают понять, с кем он общается. В 20-м стихе Сказал ему Ангелы Божьи, возьми мясо, пресноки и положи на сей камень и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, прикоснулся к мясу, опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И Ангел Господень скрылся. И затем Гидеон осознает, с кем он общался. И говорит, увы мне, Бладыка Господи. Потому что я видел Ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. И затем Гидеон строил жертвенник. И называл его Иегова Шалом. И он еще до сего дня в Офре Ави Езеревой. Первое требование, необходимое для победы, стихи 25-32. Первое требование удалить всякие идолы из народа. И он начал с правильного места, со своей семьи. Жертвенник Ваалу, который был у его отца, был разрушен. И был поставлен жертвенник Господу. Это что записано в 25-26. В тот же ночь Адонай сказал ему, «Возьми второго тельца, принеси во всесожжение на дровах дерева». Разруши алтарь Ваалу, который у твоего отца. И сруби священное дерево, которое при нем. И поставь жертвенник Господу. На вершине скалы сей. Возьми второго тельца. И принеси во всесожжение. И на дровах дерева, которое ты срубишь. Очень кратко могу сказать о идолах. Что такое идол? Как бы вы сказали, что такое идол? Определение дайте. Кого-то есть? Что-то или кто-то, что стоит на месте Бога. Что-то или кто-то, что стоит на месте Бога. Очень хорошее определение. Идол не просто памятник какой-то. Идол — все, что угодно, что занимает место Бога в вашей жизни. Все, что угодно. И нужно посмотреть на свою жизнь и спросить себя, есть ли что-то в моей жизни, что более важно, чем Бог. Часто я задаю вопрос такой, люди мне отвечают. Идол — это статуэтка такого размера из Африки. Хотя, в принципе, это все, что угодно, что отвлекает вас от взаимоотношений с Богом. Очень часто, когда я говорю такое в некоторых европейских церквях, я спрашиваю, сколько времени вы смотрите телевизор, и сколько времени вы читаете Библию. И говорю, если время смотрения, время у телевизора превосходит время с Библией, то тогда в вашем доме — идол. Его нужно убрать. А у нас дома нету телевизора. В моем доме. У меня достаточно проблем с моим компьютером. И throw it away. The same. И потом Едиол взял 10 человек из рабов своих, и сделал, как говорил ему Господь, и разрушил жертвенник Ваалу. И потом люди просто расферепели. Жители города хотели убить его. Но его отец Иоас вступился за сына. И очень интересный здесь момент. И в 31 стихе Иоас сказал всем приступающим к нему. Вы что, Ваалу защищаете? Это что, ваша работа, чтобы его защищать? He said. Всякий, кто ступится за Ваалу, того убьем. До утра. До утра. Это так говорится. Модперевод. Если он Бог, пусть сам себя защитит. В конце концов, ведь кто-то же разрушил его жертвенник. Это напоминает нам еще историю об Илье и о пророках Ваала. В обеих этих случаях было сказано пророкам, чтобы их Бог защитил себя. Ну, если эти Боги настолько сильные, всемогучие. Иногда мы не понимаем, что есть настоящая сила, что ложная сила. Именно в этот момент Гидеон доказывает то, что он достоин, и Дух Господень сходит на него. И видим в 34 стихе, Дух Господень объял Гидеона. Он вострубил трубой. Созвано было племя Ави Езерова идти за ним. Но даже в то время Гидеон не слишком-то шел на риск. Уже удостоверившись, что призвание было от Бога, то теперь он просит подтвердить и дать уверенность в победе. Это с 36 стиха и по 40. Я думаю, мы все знаем эту историю. О том, где он разместил шерсть на земле. В первый раз шерсть должна была быть влажной, а земля сухой. А затем наоборот. Сухая шерсть и влажная земля. Возможно, мы можем научиться двум вещам из этой истории. Во-первых, не нужно использовать такие маловажные испытания, испытания, чтобы доказывать от Бога или не от Бога. Что я имею в виду? Не надо использовать такое испытание, которое человек может очень легко скопировать и сымитировать. Сделайте что-то такое, что точно только Бог может сделать. И сделайте это с человеческой точки зрения и возможности невозможным. И такое испытание, которое прославит Бога, а не человека. Нужно также, во-вторых, видеть разницу между тем, что испытывать Бога и искушать Бога. Что такое испытывать Бога, а что такое искушать Бога. И всегда были такие споры, искушаешь ты Бога или испытываешь. И зачастую многие попадают в вторую категорию искушения, искушая Бога. И хочу рассказать вам несколько историй. История рассказана женщиной на молитвенном собрании. Она молилась о том, чтобы ее стиральная машинка подчинилась или исцелилась сама собой. Что она на самом деле должна была делать, это позвать мастера и позволить ему использовать свой дар в починке стиральных машин. Иногда мы молимся о таких вещах, о которых не надо молиться. Еще одна история о молодом человеке, который сел в свою машину и не заводилась машина. Поэтому он вышел из машины, ударил машину и в то же время сказал, во имя Иисуса заведись. Такие поступки бесчестят Бога, богущественно в Бога. И уже подпадают под классификацию как искушение Бога. И стучать по столу и требовать от Бога то, что мы хотим, тоже грех. И есть у нас всякое право испытывать духов. И тоже удостоверяться, что Бог ли это говорит. И тоже лучший пример из истории с Гедеоном. Большое не всегда означает лучшее. Очень часто мы думаем, что-то должно быть такое большое-большое, и тогда мы думаем, должно быть это самое лучшее. И я должен признать, что в настоящие дни у меня возникают некоторые проблемы, трудности, ну, в отношении мега-церквей. Та идея, что если там тысячи людей в этой церкви, что это самый лучший вариант. О, это круто. И это благословение. Я не согласен. О, это может быть хорошо, но это не обязательно должно быть так. И этот урок у Гедеона учился. Большой не всегда лучший. Судей 7, 1-2. Ну, я хочу вас заметить что-то здесь. Я думаю, что это не всегда. Я думаю, что это не будет. Продолжение следует... Как первый стих седьмой главы говорится, «И оровал, он же Гидеон». И в комментариях говорится, что немного ранее было изменено имя Гидеона, либо люди не дали новое имя. 6.32 И стал звать его с того дня Иеро-Ваалом. Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Как я сказала, перемена имен Писания — это очень интересная вещь. Я верю, что только когда Бог изменяет имя, это правильно. А в этом случае и люди дали новое имя. Я не думаю, что это хорошее имя. Так как раньше мы уже видели, что имя Гидеон значит «сильный воин», тот, кто поражает. И первый стих «И оровал, он же Гидеон, встал поутру, весь народ бывший с ним, и расположились станом у источника Харода». Мадиамский же стан был от него к северу холма Море, в долине. И сказал Господь Гидеону, «Народа с тобой слишком много. Не могу я предать Мадиам твои руки. Так как не хочу, чтобы Израиль хвастался передо мной и говорил, мы себя сами спасли». И поэтому видим, Бог преднамеренно ослабливает армию для определенной цели, чтобы не было никакого хвастовства. И затем Бог еще одно, как бы сказать, проверочное такое испытание, кто останется, кто пойдет домой. Во-первых, те должны уйти, кто боится. И, возможно, мы подумаем, очень сложно это, сложно. Если вас призвали в армию, потом комендант встает какое-то утро и говорит, все вы, кто боитесь, кто страшится, домой идите. Это не так легко сделать, особенно для мужчин. Нужно помнить, в какой ситуации. Вы стоите, вы среди других воинов находитесь, вы должны идти на войну, и потом вас просят признать то, что вы боитесь. Может быть, для женщины это не так трудно. Но у мужчин есть гордость. И он хочет выглядеть сильным, чтобы произвести впечатление на леди. Но, очевидно, для Бога это вообще не проблема. В Терзаконе 28. Бог дает закон о войне. И еще объявят надзиратели народу и скажут, «Кто боязлив и малодушен, тот пусть идет, возвратится в дом, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Поэтому это причина, по которой Бог так поступил. Он знал, что это не будет хорошо. И поскольку это была распространенная практика в войске израильском, возможно, не было так и трудно для людей тех признать, что было в их сердце. И в наше время наш образ мышления очень отличается. И если это произойдет в современной армии, то, возможно, бы их классифицировали как трусов и дискредитировали. Вопрос только такой появляется. Будем ли мы честными перед Богом? И признаем ли мы? По-любому Бог все знает. Поэтому это не проблема. Давайте также будем честными. И все равно. Наверное, и то число было слишком большим. Второе идет испытание. Пусть они пьют воду. И то, как они будут пить, исходя из этого, мы выберем. Много есть теорий по этому поводу. Я думаю, просто так Бог решил. И некоторые говорят, да, а те, которые наклоняются головой к воде и просто бдительность теряют, далеко не видят. А те, которые водой черпали, водой пили, то могли все еще видеть. Это так. И все еще Бог искал и выбирал людей себе. Угу. В окончательной битве с врагом Бог требует тех, которые на стороже находятся, внимательны и посвящены. Бог не ищет тех, кто будет следовать за людьми. Не ищет тех, которые идут в потоке со всеми. У многих христиан возникает проблема в том, чтобы быть членом малой группы. И чувствуют себя слишком уязвимыми. Но часто мы видим в Писании Бог говорит об остатке. И это то, о чем я говорил в отношении мега-церквей. В которых можно спрятаться. Потому что так много людей. Но когда малая группа, то каждый должен принимать участие. Каждый должен быть активным. Каждого есть цель. И это намного удовлетворяет. Так что вместе вы сотрудничаете на Божьей цели, для достижения Божьих целей. Третье испытание было судьи 7, судьи 7, стихи 9-14. Это когда Бог дает Гидеону уверенности как результат его вероятности в face of such a period odds. Again? Yeah? Когда Бог дает такое подтверждение Гидеона, что в результате послушания Гидеона, когда Гидеон послушен, и несмотря на превосходящее количество войск у врага, когда я читаю эту историю, у меня такое ощущение, что Бог всматривается в сердце Гидеона. Потому что именно Бог был инициатором всего этого. И Бог говорит ему, встань и напади на лагерь, потому что Я дал его тебе. Но если ты боишься напасть, в 9 стихе сойди встань с твоим слугой Фурой и слушай, что они говорят. И тогда укрепятся руки твои. И дальше история продолжается, они спускаются в их лагерь. И один монетянин рассказывает свой сон. А другой толкует этот сон. И говорят, да, это только может быть меч Гидеона. Сына Иоасы, израильтянина. И Бог передает медитян и всю армию их в его руки. И в какой-то мере Бог не требует от нас применять, как он называет, слепая вера. Бог хочет, чтобы мы знали. Он поможет нам, Он будет с нами. Поэтому мы можем спрашивать у Него. Мы можем испытывать духов. И проверять, от Бога ли это. Бог тоже знает наши слабости. Поэтому Он ожидает, что мы будем испытывать. после того, когда все это проверено, подтверждено, дважды проверено, подтверждено, и подтверждено, что это есть воля Божья. Только тогда мы можем применять свою веру в своих поступках с абсолютной уверенностью. просто нужно дойти до такого момента, когда мы знаем, что Бог может. И те герои, о которых мы говорили на этой неделе, у всех у них была эта уверенность в сердце. Они знали, если Бог обещал, то Он сделает. И что Бог может это сделать. И также мы здесь поняли то, что приходит в результате абсолютного послушания. Бог расписал весь план битвы. И на Гидеоне лежала ответственность, чтобы воплотить его. И это мы читаем в Суде 7, 16-22. Можете сами прочитать. Он разделил 300 человек на три группы. И дал им шофары, также кувшины с факелами. Сказал, что делать. И они должны были следить за тем, что Он делает. Я иногда, когда читаю историю, думаю, как это выглядело, представить хочу себе. И в 21 стихе говорится, и стоял всякий на своем месте вокруг стана. И весь стан поддался панике. И все кричали, пытались убегать. И люди Гидеона затрубили 300 шофаров. И Адонай сделал так, что каждый начал нападать на своих товарищей. И бежало ополчение. Это было ночью. И они окружили лагерь. И трубили ночью 300 шофаров. Думаю, что это их очень напугало. Шок у них был. Расскажу вам историю небольшую. Пару лет назад я был в Албании. Меня пригласили туда учить. И в один день мы решили провести молитвенно. Ну, всеношную. Молитвенно. Когда я говорю всю ночь, это значит всю ночь. от восьми часов вечера до шести часов утра. Возможно, большинство из вас были на таких молитвенных ночных собраниях. И есть определенное время ночью, когда начинает вот это происходить. и уже люди не молятся. Все, что они делают, это пытаются не спать, быть бодрствующими. Это было поздно уже. И у меня такое ощущение сложилось, что Бог мне говорит, надо подуть в шофар. Но это не было из-за того, что я хотела их разбудить. Но просто Бог мне сказал, чтобы это сделать. Поэтому я достал свой шофар, я дул в шофар, и один парень там в комнате сидел, внезапно подскакивает и кричит, я еще не готов. Потому что он вот таки заснул конкретно. Он думал, что это шофар второго пришествия. У него был шок такой. Он сейчас заикается или нет? Он говорит, не знаю. Можно сказать, урок, который мы можем излечь из этого, когда Божьи слуги объединены, они в единстве. не выходят вместе, то они непобедимы. Если мы подведем нашего Бога, враг приходит как воды, как потоки и нас сносит. Но когда мы послушны, мы послушаны и в силе Господа, то Господь сражается за нас. И враг сам себя уничтожит. Саморазрушение, самоуничтожение. Так же, как мы здесь видим, они против друга пошли между собой. Гидеон по праву может наследовать вот это место в галерее всех тех, у кого была вера. И верю, что так же в наше время Бог ищет Гидеонов, те, кто будут служить Богу посвященно, в терпении, в почтении и верой, с верой. Постоянно испытывая все, чтобы они были достойны того высшего призвания, которое Бог помещает. я бы завершил таким высказыванием, как и Гидеон, давайте будем великими мужами и женами силы и смелости. Аминь. 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 Продолжение следует...